С такими эмоциями Тюмень закончила чемпионат. Турнир, к которому команда подходила, одним из возможных, но точно не главных хоровитов высшей лиги А. Тем более в прошлом сезоне она была только 14-й. Результат действительно фантастический. Мало кто предполагал, что действительно он будет такой. Да, мы настраивались на медали, мы думали, что медали нам по силам взять, но что все решится в финальном матче и после 0-2 в серии, наверное, мало кто об этом думал и мало кто на это надеялся. Но повторюсь еще раз, это спорт и достижение такого результата, это прежде всего заслуга самих спортсменов, обслуживающего персонала, массажистов, врачей и всех, кто к этому причастен. Суперфинал против Локомотива Изумруда для тюменцев складывался крайне непросто. Поражение в двух первых матчах не оставили права на ошибку. Но сибиряки взяли три следующих. На характере. И получили золотые медали в стане соперника. Мы ехали туда на этот пятый матч, осознавая, что там будет очень тяжело, нереально тяжело. Потому что там действительно они играют как последний раз. И обыграть их там надо выдать чуть ли не лучшую свою игру. И быть мотивированным на пределе всех своих возможностей. А тем более в конце сезона, тем более на полную усталость. Ну, дорогого стоит. По ходу всего сезона каждый из тюменцев отмечал. Один из факторов победы – атмосфера, сложившаяся внутри команды. Каждый бился друг за друга. Кто не выходил на площадку, поддерживал из квадрата для запасных. Безусловно, объединяющей силой выступил капитан, опытнейший Дмитрий Козлов. Я в каком-то интервью говорил, мы с самого начала сезона договорились, что мы будем встречаться за пределами площадки, общаться в неформальной обстановке, обсуждать все моменты, которые бывают сложно. Можно в эмоциональном плане на площадке высказать друг друга. В неформальной обстановке можно сказать спокойно, как-то выслушать позицию другого человека. И вот это, наверное, самый главный фактор успеха, что все были за площадкой вместе и на площадке вместе. В составе Тюмени до этого всего два человека выигрывали в Ишкуа – все тот же Козлов и Михаил Моров. А вот для белорусского либера Петра Лазука этот сезон в России – первый. Судя по результату, адаптироваться удалось быстро. Да, очень хорошие эмоции, положительные. Спасибо команде за такой сезон, был очень шикарный. Болельщикам нашим, руководству, всему нашему персоналу. Да, мы на каждую игру выходили как последний бой. Да, очень сильный. Чемпионат, наверное, сильнее, чем у нас в Беларуси. У нас в Беларуси максимум 2-3 команды, остальные все одинаковые. А здесь каждая команда очень сильная. Сезон для Тюмени не закончен. Впереди стыковые матчи за выход в Суперлибу против Минского строителя. Получается, Лазука вновь предстоит сыграть на родине. Ну да, команда очень сильная. Они раньше были много раз чемпионами. В этом году у них не получается. Потому что каждый раз составы меняются. Но будет интересно к ним приехать, поиграть. Я думаю, нам по силам будет им что-то противопоставить и дать тоже бой. У них тоже очень молодая команда, как и у нас. Так что будет очень интересный матч. Игры в Минске пройдут 16 и 17 мая. В случае ничьей по итогам двух матчей будет сыгран золотой сет.